Заезжаем на очередной объект, метро Нагорная. Такие окошки будем ставить, это у нас кухня. Это у нас однокомнатная квартира, тоже окошко здесь, комнатка. Вот такой вот у нас балконный блок, называется Слоник. Видите, два уха по бокам. И у нас вот видите, такая под старину дверь, чтобы не продувала. Такая вот, ну немножко с пыльцой. Ну не дует, хорошо вроде всё. Только установили. Только установили, да. А что так можно было что ли? Смотрите, берите на вооружение. Ребята, идёт установочка у нас, окошко. Окошко небольшое, это кухонное, на две створочки. Сейчас я вам покажу, как мы пеним под отливом. Вот здесь весь подставочный профиль с этой стороны тоже запенивается полностью всё. Пускается вот такая вот змея, как мы любим это всё делать, да. Сейчас пена немножко поляризуется. Мы этот отливчик сюда засовываем. Во-первых, когда будет дождь попадать по этому отливу, он барабанить не будет, да. Раздражать никого тоже точно не будет. А здесь, соответственно, мы этот поставочный профиль перед установочкой сейчас подоконника тоже весь полностью запеним. Я сейчас вам это всё продемонстрирую и покажу. Вот так всё запенили. Подставочный профиль весь в пене. Потому что это у нас самая холодная зона, которая контактирует с улицей. Она уже с улицы не контактирует, так как мы с той стороны, вот видите, отливчик поставили. Тут хотя бы и пенка немножко вылезла, да. Но сейчас она немножко поляризуется, мы её высохнет она. Ну, уже он, по крайней мере, не гремит. Всё. Здесь вот так вот это всё запенили. Полностью пенить нельзя. Нужно оставлять вот такие вот пустоты, потому что подоконник, когда встаёт, пена сама будет расширяться, да, чтобы этот подоконник не выгнуло, да, вот сюда наверх, да, чтобы у вас не было бугра. Соответственно, оставляйте вот такие вот пустоты для того, чтобы пена у вас расширялась под подоконником. Второе окошко у нас в процессе работы. Устанавливаем его под подоконником вот так вот пеним. Весь подставочный профиль запенен и с той стороны тоже. Вон там пенка, видно, торчит. Так, ребятки, сделали демонтаж балконного блока. Вот так вроде всё чистенько, красиво, подзамели, да, везде. Но вот такой вот мусор, вот видите, вот мусорочек, вот такой весь пооставался здесь внутри. И чтобы у нас пена хорошо прилягала с рамой, да, приклеилась, то мы используем вот такое вот. Видите, сколько пыли. Соответственно, пена плохо будет клеится. Вот так вот мы сделали балконный блок. Зелёную плёночку пока не снимаем, так как на объекте идёт ремонт. Сейчас будем приступать к нашему балкончику. Произвели демонтажик, шифер сняли. Сейчас вот такое всё голое, голый парапет. Смотрите, вот видите, у нас размер здесь 3,50. Видите, как болтается всё. Соответственно, все ветровые нагрузки, когда будет ветер сильно большой, будет гулять всё. Сейчас сделаем вынос, посмотрите, как всё будет жёстко. Сделали вынос. Сварили вот такой вот из профильной трубы. Сделали сайдинг. Это я вам показываю вид изнутри, да, чтобы понимание было, как это всё происходит. Вот сейчас, на данный момент, смотрите, он просто жёстко стоит. И эта жёстко стоит, она не телепается, ничего. А если бы просто по уголочке сделали, вот сюда прикрутили, то жёсткости никакой бы не было. Вот видите, у нас как здесь в стену нагелем закрутили. И с этой стороны, и с этой стороны. Сайдинг вот так весь выглядит. Всё по шнурочке вытянули. Низ идеальный, вверх идеальный. Но вверх у нас профильная труба, да, ровно. А низ по шнурочке вытянули, так что всё в плоскости идеально. Как-то отмечали объект, метро Нагорное. Так смотрится балконный блок у нас. Балконный блок тоже по шнурочке всё протянули. Всё в плоскости. Откосики, видите, зелёные в защитной плёночке оставили, так как здесь ремонт идёт. Это окошко тоже. И на кухне. Сейчас покажу, как у нас выглядит наш балкончик. Балкончик у нас холодный. Провидало раздвижное. Москитная сеточка, вот она. Ездит влево-вправо на два окошка. Вот так смотрится это всё. Этот подоконничек пока не прикручивали. Так как здесь будет отделка идти. Придёт, они снимут её. Придёт сюда отделка. Два сантиметра рейка и сантиметр панель. Потом вот так вот обрежут и вставят. Чтобы здесь панель не вырезать под этот подоконник. А потом уже прикрутят. Вот так крыша она смотрится. Пять металлических ферм у нас. Три деревянных обрешёточки. 20 на 100. Все узлы примыкания запенены. Чтобы у нас здесь осы сюда не залетали. Горобцы. Ну и вся вот эта дичь. Все створки двигаются. Всё красиво, всё хорошо. Сейчас мы с вами перенесёмся вниз. Посмотрим вид снаружи. Вид снизу. Вот так наш смотрится объект. Чётко. Получается у вас действительно. Умеете. Могёте просто. Сайдинг бежевого цвета. Крыша из андулина в два слоя. Все уголочки смотрятся шикарно. Под 90 градусов. Ничего, пенка не торчит. Как-то так. Кому нравится ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто следит за нами. Пишите комментарии. Пока.